А я в зиме в этом УМГ играю в карте. С ним? Ну, не с ним, он как в ролике побазарил, так и... Ну да, было бы такой, найди мою дочь сначала в карте. Обыграй меня в карте, блядь. Или знаешь, приводишь такой Цири. Так, Цири, подожди, мы должны поиграть с твоим батей, начало в гвинт. Потом уже будем с тобой... Или нет. Да. А вы, Баня Ивановна, приветствую вас в подкасте «Два мудилы» номер 18. Мы давно не записывали новый выпуск, но тут такая тема, такая тема, что мы просто никак не могли промолчать. А именно презентация Microsoft. И сегодня в студии вместе со мной, злым гейзером, Алексей Хитов. Здравствуй. Здравствуйте. И Олег Рейзерикс. Наши, собственно, три мудилы, все в сборе. Так что подкаст сегодня не два мудила, а аж три мудилы. И несмотря на то, что Алексей сейчас очень занят, пытаясь проиграть все свои кронные в гвинт «Ведьмаки 3», нам это не помешает обсудить, что же мы посмотрели на презентации. Те, кто следит за нашими, собственно, деятельностью, наверняка видели презентацию стрим, когда она была, собственно, 23 июля или когда? На прошлой неделе. На той неделе. Потом мы в субботу, прошедшую, с Олегом немного обсуждали «Хэлло Инфинит» и некоторые другие игры. Во время стрима его по какой-то ересе, по ассасину, по-моему. И сегодня, собственно, мы собрались полноценно обсудить презентацию, сказать наши мысли о ней и подвести какой-то, может быть, даже итог. Посмотрим. И, собственно, давайте начинать, но сначала большое спасибо нашим патронам на Патреоне, собственно, и Бусти. На Патреоне, к сожалению, остался лишь один патрон, зато очень верный и очень лояльный. Но все остальные из-за появившейся там НДС оттуда ушли на Бусти. Что я вам тоже советую, если вы захотите нас поддержать. А мы, пожалуй, начинаем. Так вот, презентация прошла у Microsoft нормально. Это не самая лучшая презентация, что была ever и у них, и в принципе. В этом году не было такой презентации. Ну, мне лично, у Sony она больше впечатлила. Но мы это обсудим, хотя нет, почему потом? Давайте сейчас. Какая презентация Sony или Microsoft или Nintendo вам больше впечатлила в этом году? Юбисофт. Юбисофт. В общем, у Nintendo была презентация? Вот, я не было. Потому что Nintendo срать ебать хотели все эти вот коронакризисы и вот это все. Они приехали на E3, увидели, что там все закрыто, уехали обратно к себе в Японию. Вот. А Ubisoft не считается, потому что у Ubisoft было три игры с половиной, и еще трекмания скучная. Ничего не знаю, вот у Ubisoft-то все три игры меня устраивают, кроме Watch Dogs. Тебе как бы Microsoft показали Watch Dogs, а у Sony показывали... Они показали Ассасин у себя или нет? Нет, не показывали. Все три игры, то есть включая Watch Dogs, но кроме Watch Dogs, да? Да-да-да, все правильно. Там было еще обновление для Ghost Recon, где добавили, наконец-то, не писяг на парниках. А больше всего мне понравилось, конечно же, в Трекмании. Я не смотрел на Трекмании. Полчаса мы посмотрели, класс. Теперь хочу полчаса ее поиграть. Просто понимаешь, Леш, я знаю, что ты фанат Трекмании, ну, хотя бы в нее играл в несколько частей, и вроде как много. Единственное, в какую я играл нормально, это Трекмания Турбо, которую я думал пройти, если ее возможно пройти. Но не уверен, что это для меня будет физически возможно. Но она фановая. На презентации не было того, за что, собственно, играют в это говно, в эту гонгу. Потому что там строили скучную трассу, полчаса, скучные люди. Это было скучно, неинтересно, я не знаю, как мы могли показать. Так всегда в Трекмании. Поэтому все, приходите на наш стрим. Не делал карты, но вы какие-то просто гоняете. Гоняете, все фигня. Приходите на наш стрим по Трекмании, мы будем там строить полтора часа скучную карту, и за полчаса ее проедем и удалим игру. Ну, прям как в Sims играем, да. Отлично, а мне нравится. Если хотите стрим о Sims, где мы будем строить два часа домика, потом удалим игру, например, в фире, то тоже пишите, пожалуйста. Я могу таким заняться. Не знаю, как Олег, но я с удовольствием такое поделаю. А что, там можно в кооперативе? Почему нельзя домики строить в кооперативе, я не понимаю. Там, в принципе, кооператива нет до сих пор. Там мне плевать, пусть только постройку домиков делают в кооперативе, остальное это не надо. Ну, я, кстати, не уверен, там был симулятор строительства дома в Стиме, ну, уборки дома скорее. Там кооператив вроде был. Не, нам надо строительство. Ну, там, ты убираешь и можешь строить тоже дом, то есть достроить там все такое. Там, на самом деле, интересно это сделано. Правда, у меня она начала вылетать, убивать ОБС при этом еще, но это мелочи. И мы, как раз, снова ушли куда-то в сторону. В принципе, презентация Microsoft была окей. Презентация Sony была окей. У обоих есть некоторые проблемы. Причем проблемы разные, по большей части. На обоих нам толком не сказали, что будет в новых консолях. Ценники не назвали, в плане ожидаемо, впрочем. И, в принципе, обе эти презентации были про игры. Игры показали, игр много показали, и даже среди них были интересные игры. Вот неожиданность, да? И, возможно, впервые за... Ну, по-моему, я за Моральза. Horizon, Resident Evil. Ну, ладно, Resident Evil. Game of Souls, Remake. Resident Evil еще игра, ну, ладно. Нет, ну смотри. Demon's Souls и Remake офигенный. Resident Evil 8. Horizon и Человек-паук. Тебе что-то еще нужно было? А, еще Crash Bandicoot... Его там показывали? Или нет? Где-то показывали, но, по-моему, не там. Я имел в виду Ratchet & Clank. Ratchet & Clank. 5 игр. 5 игр. Тебе мало? Мудила. Из которой, как минимум, одна будет на старте. А еще одна через месяц. Так что, я считаю, вполне окей. Игра про клубнику будет на старте. Это лучшее. Мы это уже обсуждали на подкасте, посвященном, собственно, презентации Sony. Мы вроде это делали. И сегодня, собственно, давайте обсудим. В общем, у кого-то есть какие-то еще такие общие понятия насчет того, какая презентация лучше, по вашему мнению, лишь по этому? Или перейдем, собственно, к самой презентации? Да, Microsoft не показал консоль. Что это такое? Sony показали там. В смысле, показали? Он показал раньше, чем мы Sony. Не-не-не, я прямо на этой презентации хотел. Какой смысл обсуждать, какая лучше, если мы потом сейчас будем рассусоливать презентацию Microsoft? Я общие какие-то... Я бы хотел это в конце, но... Короче, все. Лучшая презентация Ubisoft, это же очевидно. Там была трекмания, получается. Презентации, но у поколения, потому что никакого пыли в глазах, как-то все очень слишком обыденно. А как же Halo Infinite? Это мыло в глаза, это не пыль. Ладно, давайте, собственно, к Херам, первый блог, идем, собственно, обсуждать игрушки, которые, собственно, показали на презентации, потому что больше там ничего не показывали. И, кстати... Фил Спенсера показывали. На правах, собственно, Фил Спенсера, да, и он ебал. Нет, спасибо, нет. Я на правах, собственно, свежей новости, относительно свежей. Хочу донести слухи о том, что Microsoft собирается делать что-то с мультиплеерной подпиской. И, конечно, некоторые просят их сделать ее бесплатной, потому что это дикость. Они очень не хотят платить деньги. Да, но мне кажется, что они, скорее всего, возьмут, всунув ее просто в Game Pass, и это у них будет офигеннейший сервис, который, в принципе, будет каково. Каждый любитель игры на Xbox, потому что мультиплеер как бы чаще всего тебе нужен, а тут тебе вместо подачки из двух-трех игр дешманских, как сейчас у нас в Голоде и в PS Plus, будет гигантская библиотека классная. ради подписки. Ну, так как это будет не гигантская, это будет сколько там, сто игр, которые уходят, приходят, и вот, ну, то есть, у тебя, скорее всего, за годы будет по подписке, поиску, даже в год у тебя будет примерно, сколько, 24 игры. Четыре игры. Да, только ты оцениваешь, какие игры дают по подписке. А какие по подписке в Геймпассе, в большей части? Ну, как минимум, там еще свежечки тебе дают в первый день. Ну, это только Microsoft-овские, и какие-то совсем уговоренные. Ну, блин, чувак, ты хочешь сказать, что игры, которые суммарно тебе выдают за год в Голоде, лучшие, количество хороших игр в Голоде за год превышает количество хороших игр в Геймпассе? Иногда, может быть, но Голд тоже в последнее время не особо хороший. Мне что-то подскажет, что количество хороших игр в Голоде и PS Plus вместе не превышает. В Геймпассе просто взял на месяц, прошел новинку от Microsoft и забыл. Ну, там, иногда и еще что-нибудь по играм. Не, просто сейчас, смотрите, если покупаешь Голд, это... Так можно в эксцессии в премьере. Условно, 500 рублей в месяц стоит Голд, и условно, 500 рублей в месяц стоит Геймпасс. Они, например, одинаково стоят, по крайней мере, в России, если в магазине брать. А так, у тебя будет одна подписка за 500 рублей, где у тебя осталось Геймпасс и Голд. Месяц. Причем, ну, и думаешь, они поднимут ценник до... Какие? 800? И сейчас по этому? А, ну да, это будет, что-то все равно дорого. Не, ничего, за 500 рублей нормально. Понимаю. Просто, как бы, если они будут поднимать ценник, вот, как сейчас стоит Геймпасс, или... По-моему, PS Plus сейчас дешевле. Ну, PS Plus сейчас дешевле, но ты учитываешь, что... Что? Последи в этом месяце, блядь. Нам дадут безумцев и... Это Россия. Который у нас, скорее всего, не сработает. Могут быть ремастер колды. Ну да, без миссии на репорту. У нас не региональные цены в PS Plus, так что... Мы должны быть на равных, в данном случае. Ну, в любом случае, в любом случае, то, что они извиваются от голода, это хорошо. Сделать тебе бесплатный мультиплеер, или просто всунуть его в Геймпасс, это, в любом случае, будет лучше, чем иметь отдельный сервис, который покупаешь только из мультиплеера, получая в придачу, никому нахер не нужны игры, которые зачастую говно. Ну, то есть... Знаешь, я бы сказал, мне больше интересно, что сделают Sony в ответ на эту херню. Потому что, по-любому, какая-то будет реакция на такое. У них есть PS Now есть. Возможно, они будут играть PS Now, наконец-то. Не, понятно, что у них есть, но тут вопрос, что именно они предпримуют. То есть, у них тоже два пути, по сути, сделать тоже бесплатно. Тогда, типа, ну... Я думаю, если Microsoft сделает бесплатный мультиплеер, то эти тоже, но не будут делать бесплатно. Не сделают они бесплатно. У тебя просто... Ну, ты постоянный подписчик, но очень много людей сорвётся просто из-за того, что... Это деньги большие. Они окупают на этих деньгах многие, собственно, то, что они там в убыток некто продают. Блин, у них там сколько там? По 40 миллионов подписчиков активно. Или я заорнул? Всё, пусть отдают консоли бесплатно, и я обязательно подписку делаю. Всё, в чём? Не, подписка в комплекте с консолью обычно идёт. То есть, у Xbox это месяц на 3, на мультиплеер, и Game Pass, по-моему, на месяц раньше давали. А у... Sony на 2 недели... Бесплатные. Ну, плоти там тоже, по-моему, на месяц. Ой, ну только в этих, ну, на стартовом нету, не дают. Ну, то есть выйти в этом году, который с тремя там играми, и бывает ещё подписка, бывает. Мне кажется, что Xbox будет давать в этот раз Game Pass. Причём на срок такой, типа, несколько месяцев. Потому что Game Pass, это у них очень большая сейчас фишка, которая привлекает новую аудиторию. Поэтому, возможно, что они будут делать ставку очень сильно на Game Pass. Тем более, блин, на этой презентации нам сказали, что каждая игра с этой презентацией пойдёт в Game Pass первого дня релиза. Что очень круто, я сказал. Ну, по-моему, Шефкун что-то говорил, что в итоге не кажется, что-то там какая-то была. Или это в итоге за Xbox. Ну, то есть они-то опять же говорили, что все, типа, игры будут на обычном Xbox выходить. Но в итоге нет. Да, он говорит, что не все игры на обычном Xbox в итоге выйдут. Ну, они, типа, такой, ой, разработчики сами там решат. Всё будет, что будет. И да, самая важная фишка здесь, то, что Xbox на новом поколении делает ставку на то, что у них будет Xbox Series X, Xbox Series S, где будет практически то же самое Xbox Series X, только без 4К. Будет 1080p и 5T. Ну, вероятно всего, именно так всё случится. А ещё у них остаётся в линейке Xbox One S. Что очень странно. Ну, это то, что они выпускают. Но это не значит. Ну, то есть в линейке остаётся Xbox One X. И такой, блин, ты пытаешься в магазине там что-то это разобраться или что ты хочешь с Xbox One S, Xbox Series S, Xbox One X, Xbox Series X. И такой, господи, дайте мне PlayStation 5. Не, они вообще зря оставляют. Нет, два варианта консолей нормально, как бы. То есть, типа, X и S. Прошлое поколение оставлять. Я имею в виду, не то, что они оставляют производство, это как бы окей. Они сейчас будут просить, во-первых, мультиплатформа, скорее всего, будет входить и на старое поколение. По крайней мере, суд лучше, что такое. Ой, мы прошлое поколение не забыли, мы будем вас поддерживать, будут игры. А, 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 так в итоге там были всё как кусок говна. Ну, ну, то есть, платформа держателей не будут делать, а эти будут чисто на убе аудитории. Меня просто тут беспокоит то, что, как мы сейчас обсудим, что вот он стал первой жертвой именно такой мультиплатформой кроссгеновой. Потому что, возможно, очень большая мультиплатформа будет всё равно подстраиваться как-то под старое, и поэтому рывка... Короче, я не знаю, увидим по играм самим, как разработчики будут это поддерживать, или не будут поддерживать сильно. То есть, если будет как раньше, когда на старое поколение кроссгена выходит кусок говна, я буду, на самом деле, рад. Потому что я всё равно возьму новую консоль, одну из них, как бы, вначале. Может, не на старте, но через полугодика. И, в принципе, не на старте это будет. Но... Это эксклюзив... Это эксклюзив Microsoft Halo. Ну, то есть, разработаются внутри Microsoft... Он, да, я про другие игры. То есть, смотри, если... Если игры от Ubisoft, а от A... Это не жертва. Люди просто забыли прикрутить графику туда. И почему-то показали на презентацию на миллион человек. Очень-очень, знаешь, много забывчивых моментов здесь. Очень много. Забыли сделать освещение. Забыли сделать эффекты для щитов. Забыли сделать эффекты для взрывов. Забыли сделать новую игру. Тени для оружия. Забыли сделать прорисованность. Лоды нормальные, чтобы деревья на заднем фоне не выглядели, как из макар. Может, они забыли сделать новую игру? И такие, ладно, покажем старую, никто не заметит. Старая лучше выглядит. Они такие, знаешь, они такие, типа, там модельки какие-то новые были. Да, закиньте их туда, нормально. Говорит, а чё-то лагает. Такой, ну, блин, графику хуже сделать. Ты чё, ты чё, ты чё из HALA 3 закинул-то там? Да-да. А он говорит, чё-то лагает. Не оптимизировано. Говорит, да ладно, отключите тени, освещение и всё, и плевать, нормально. Да-да, по обратной совместимости будет работать. Тихо, циц, циц. Обратная совместимость на Xbox 360. Переходим ко второму блоку, где, собственно, будем обсуждать игры. Скорее всего, у нас два блока и будет, потому что... А что ещё обсуждать на презентации, кроме игр? Что мы делаем в первом блоке тогда? Мы 20 минут обсуждаем какое-то говно. Собственно, идём к играм. Давай, чё-то уже... Первый блок и закончен. Или второй блок, типа, перебилочка, вот это всё. Всё, молчим 10 секунд, чтобы я увидел это на таймлайне. Так вот, мы уже начали расъёбывать Halo Infinite. Да мы ни о чём говорили. Вообще, ну, начали стебать его. Собственно, весь интернет... Вообще, каждая презентация, естественно, в ней каждый раз есть какой-то урод. То есть, в семье не без урода, и каждая презентация приносит какие-то мемасы. Где-то глюкнула анимация, где-то ещё что-то глюкнуло. И весь интернет раздувает из этого очень крутые мемы. Это всегда такое случается ещё с 2006 года. Я помню, там была Е3, и после неё все стебались ещё... Тихо, как придумали интернет. Ну, да, наверное так. И тут этой шерстью стала Halo Infinite. Причём совершенно неожиданно, потому что это как бы флагманский проект у Microsoft. Главный флагман Halo Series X. Xbox Series X. И были классные трейлеры синематики, которые нам... Типа, вот, будет Master Chief, будет Open Vault. Вот это всё. Хоть себе по словам Open Vault я сразу же напрягся. Потому что в Halo Open Vault это, конечно, круто. Но я вспоминаю первую часть, где Open Vault был в виде гигантских локаций. И это, конечно, было временами круто, но не всегда. За словом, когда тебе приходилось ездить туда-сюда, это было скучно. И тут нам начинают показывать игру. И я не хотел тогда на стриме оказаться быдлом. Сказать, что графон какой-то такой. Такой, типа, смотрю. Ну, ладно, допустим, в принципе, ладно. Какого-то сильного прорыва нет, но хорошо. Но с каждой секундой мы смотрели дальше. И это было больно. Игра выглядит просто плохо. Очень плохо. Это даже, знаете, не... Текущее поколение. Это прошлое поколение. Это такие игры... Ну, это прошлое поколение. Это плохо работающее текущее поколение. Потому что, ну, там всё равно штуки были, которые непосильны в прошлом поколении. Окей, да. Но они просто работают, там нормально не прикручено. Там уже Digital Foundry провёл большую оценку, сделал большое видео насчёт Halo Infinite. И, по сути, во многом проблемы именно в освещении, которое фактически оно тут сломано херам. А то и выключено совсем. Плюс, мне не понравились модельки некоторые. Особенно, когда они убрали волосы с их обезьян, которые были волосатые с четвертой части. А тут баг снова лысый. И, собственно, вы все видели эту рожу мемасную. Она, наверняка, у меня будет на превьюшке, на фоне на Ютьюбе. Потому что, как такое пропустить? И ещё мне очень не понравилась дальность прорисовки. Потому что я смотрю... Вернее, не дальность прорисовки, а лоды. Как лоды сделаны. Потому что ёлочки на заднем фоне выглядят совсем как-то ущербно. То есть, блин, Ведьмаке лучше. Знаешь, такое ощущение, что взяли новую современную игру и... Да, но ведь они... Знаешь, такое ощущение, что взяли новую современную игру и настройки графики на ПК сделали минимальными. Знаешь, прям вот... Вот берёшь минимум, и вот сейчас игры новые выглядят на минималках вот так. Так это... Как бы... Это так не должно, наверное, выглядеть, мне кажется. Иногда минималки даже лучше выглядят. Потому что... Я не знаю. Сейчас минималки, они бывают, очень доходят. Да, очень странные. Очень странные. Нет, знаешь, есть вот эти чуваки, которые, знаешь, типа берут там... Режим картошки. Да, типа, знаешь, всё в ноль вырубают с помощью каких-то ещё специальных скриптов. Где-то в конфигах... Вот это оно. То есть... Такое ощущение, что, знаешь, разработчики такие... А давайте, типа, приколы изменим конфиг, чтобы было всё на минимум. А потом такие... Мы отправили этот билд, типа, знаешь, на презентацию. Они такие... В смысле? Вы чё? Это ж мы угорали. Такие-таки... И при этом все поугорают, блин. При этом хочу отметить, что... Выходить ещё не скоро такой... Давай этот, короче, поделаем. Давай ещё картошку подключай. Слушай, презентация, короче, давайте трейлер. Всё, что сейчас играли, записали. Всё, давайте в монтаж отправляйте. Нет, при этом я хочу отметить то, что на самом деле... То есть, за исключением графики, игра выглядит классно. То есть геймплей на Halo всегда был интересен. И тут именно видно... Я не знаю, там крюк... Как можно сказать? Немейные бои... Это всё, что новое. Вот летает брони, у тебя есть крюк-кошка, появились летающие черти на джекпаках. Новое оружие появилось некоторое. Я так могу... Этот... Девятый эпизод Звезды Хвойн, так говорю, ладно, появились летающие черти на джекпаках. Но от этого лучше он не стал. Не, ну блин, ты сравниваешь... Всё-таки как шутан, игра, я уверен, что всё равно будет работать. Поэтому мы подождём. Надеюсь, что они всё-таки прикрутят освещение. Всё-таки игра выходит ещё, ну, не прям завтра. Потому что надеюсь, что они докрутят, её что-то допилят. И будет играться более-менее прилично. К сюжету я особо не разбираюсь в текущей хронологии. Потому что я пятую часть пропустил добросовестно. Хочу её нагнать, но пока не получается время выделить. Но люди, которые разбираются хорошо в лоре, говорят, что тут есть некоторые как и спорные, так и охуенные моменты в завязке новой игры. Поэтому подождём, посмотрим. Единственное, мне крайне не понравилось, потому что собираюсь поддерживать эту игру чёрт знает сколько времени. Я не представляю, как это будет работать для сингла игры. То есть, возможно, собираются мультиплеер поддерживать там сколько, 5 лет, они сказали. И к этому как бы похуй, я не буду играть всё равно. Где-то было, говорили, 10 лет. 10 лет? Я не представляю. Не было ни одной игры, если кроме WoW, которая бы 10 лет поддерживалась, ну, нормально. Не, ну, может быть, Star Wars Thor почти к этому времени приблизился. Но, опять же, это ММО. Вот. А так вот поддерживают, опять же, Dusta. И там поддержка, на самом деле, очень такая странная. Ну, типа, он работает, да, но это, блин, не то. Тора, знаешь, Лёш, там ситуация в том, что у них сейчас деньги начали заканчиваться, и последние аддоны, там даже CGI-трейлеров нету. То есть, первые 4-3 аддона, там были охуенные CGI-трейлеры, которые лучше, чем все эпизоды новых «Звёздных войн» вместе взятые. Которые идут там 2, 3, 5 минут, они офигенные. Я выиграл. И там, в принципе, остановка была. Я выиграл. Ты озвучил мем тот, типа, «I'm winning, son». «I'm winning, dad». Я просто, у меня последняя карта была с чуваком там на 4 рода. Такой этот чувак, противник, мне такой просто зиму кидает, и у меня один такой, и всё, и игра закончилась. Я не знаю, у него карта закончилась, у меня карта закончилась. Но я победил. Господи. Всё, лучшего момента в этом записи уже не будет. А насчёт, собственно, поддержки, я помню, когда выходил Destiny 1, они говорили, что игру будут поддерживать 10 лет. В итоге это оказалось, что они будут делать, собственно, те деньги, которые им дали, 3 игры. Собственно, вот, которую часть они сделали, скоро будет третья, видимо, на новом поколении уже. И Halo, ну блин, я не представляю, вот как её собираются поддерживать 10 лет. То есть, вы хотите сказать, что вы просто сервай не будете отключать 10 лет? Ну, опять же, это буквально, конечно. Destiny, Destiny, понятно, дополнение. Мы до сих пор не представляем, какой игрой, сервисом или чем будет Halo Infinite. Ну, то есть, какими расширениями её там обновлять будут, что это значит. Потому что, блин, она сейчас выглядит, ну, как-то бедная и не слишком интересно. Вот, будут поддерживать, будут добавлять. Вот они все технологии сейчас отключили, короче, и они каждый год будут включать одну технологию. А, тени включают, платно, платно. Спасибо. Просто там, купите тени, купите сглаживание. DLC, тени. Ты такой, уууу, ты такой, текстура высокого разрешения, DLC. Ты такой, уууу. Знаешь, Олег, помнишь, играли в эту игру? Shadowlands, тени. Не, Олег, помнишь, была игра, где, как разработчики видеоигр, как игра называлась? Где игры надо разрабатывать? Games DevTikon или там ещё что-то покажут. Вот, и там нужно было разрабатывать, типа, технологии, типа, разные. И вот, типа, тут уже самые, они параллельно будут зарабатывать технологии, потом, типа, выпускать аддоны с этим. Знаешь, там специальный квест, ты его проходишь, и тебе в награду дают тени. И ты такой, чё, бля? Новый уровень игросерия, соберись в свою игру, проходя сюжет, блядь. Причём, то, что они показали, это уже середина игры, то есть это уже куча технологий открытых. А, кстати, есть же игра какая-то? Ты же проходишь, проходишь игру, открываешь новые квесты, тебе квесты не даются. Так же и технологии будут открываться. Короче, я понял. Знаешь, есть игра, знаешь, там как-то Evolence, по-моему, называется. Где, типа, ты играешь, и по мере прохождения игры, игра, типа, улучшается. Да, 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 точно. И вот это она же только Halo. Я хотел, мне тоже пример привести, только с уровнем из Detroit Become Human, где тебе Маркуса разъебали, и ты потихоньку идёшь, там, звук себе восстанавливаешь, там, изображение, вот это всё. Не, не, лучше, лучше, лучший пример это No Man's Sky. А, то есть через 4 года мы получим нормальную игру, да? Кстати, вы видели последнее обновление в No Man's Sky, где они добавили исследования пещер, кораблей заброшенных, которые выглядели, как и Dead Space. Это охуенно. Нет, там сейчас вообще круто выглядит, там совсем по-дромам всё играется. Я заходил, посмотрел, я такой, ни хера себе, другая игра. Игра только на старте, посмотрел. Ну, я просто сейчас хочу диск достать, только их как-то трудно достанешь, удивительно. Ну, все уже сожгли диски. Пора завершать с Halo Infinite, всё-таки его и так без нас попинали уже, всё хорошо и так знаете. И скажу, что геймплей выглядит приятно, поэтому подождём, посмотрим, может быть, хотя бы геймплей на шутке хороший. Ну, всё равно очень странно, очень странно. Очень странно, согласен. Microsoft пушила его так, что... Я вспомнил ещё про всю презентацию Microsoft, можно сказать. Ура, наконец-то Microsoft пришли полностью к эксклюзивности на Xbox и Windows. Steam. Я эксклюзив в Steam. Да, но знаешь, я думал, они какие-то игры всё-таки всё равно оставят для Xbox, но они все выйдут на Windows. Прям все вообще. Я такой, вау, класс, ура. Ну, они просто забили уже на Xbox для консоли, потому что они, видимо, судя по их продажам сейчас, им это и не нужно особо. Ну, это не значит, что они не вернутся, опять же, это была вынужденная мера. Мы там, типа... Ну, опять же, у них Xbox сильно просел сама консоль. Тут, блин, они... Ну, в России вообще чуть ли не на один Xbox 10 плейк приходилось продавали там за месяц, за этот... Ну, и вообще в мире там, там, наверное, только одна мере какой-как чуть-чуть ещё поддерживала продажи. Ну, ну, они очень сильно отставали, поэтому игры они решили как-то немножко расширили. Ну, это не значит, что они потом когда-нибудь это схлопнут. Всё может быть... Да, мёдович, может, они вернутся обратно к эксклюзивам. Потому что это в любом случае выгоднее, чем делать на ПК. То есть они там говорили, вот, ПК будет у нас... Это вообще-то... Вот такой, кстати, Windows, он же наш, и такой, знаешь, типа... Он такой, почему мы на нём не выпускаем игры, типа, будем говорить, что это на наших платформах выпускаем игры. Такой, да, да, будем отдавать 30% баллов. Такой, нормально. И знаете, вот сегодня там, или вчера Гей вышел, сказал, что Xbox лучше, чем PS5, по его мнению. И с чего бы это? Может, потому что и Microsoft ему пошляет денег столько за сотрудничество. Не знаю. Он такой, PlayStation, вы поняли, Xbox лучше. Horizon и The Stranding выходят тоже в Стиме, так что... Возможно, скоро он скажет, не, всё хуйня, PS5 лучше. Не, 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 Sony такие, мы тоже у вас там выпустим пару игр. Он такой, ладно, PlayStation лучше. Switch лучше, блядь. Он такой, ладно, уговорили, все имеют право на существование. Кроме 3 EGS, ты не заслуживаешь шансов. Ты плохой, да. Он такой... Ты даже бесплатные игры. А Галёнкин такой, и Steam Machines. И Steam Machines. Такой... Знаете, что будет охуенно? Если они как-то выкупят... Half-Life Alyx. Куда? Кто? Это иронично. Галёнкин. 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 Эксклюзивно. Бесплатно раздадут просто, да? Эксклюзивно, да? Заберут, не будут продавать в Steam. Это да. Не, ну тогда хотя бы Half-Life 3 выйдет когда-нибудь, может. И за них Half-Life выкупят. Ладно, давайте к менее интересным новостям. Dragon Quest XI 11S. Это такое анонсировали там? Выдет на Xbox. Что? Такое анонсировали там? Dragon Quest? Да. Ужас. Я не уверен, что это не ремастер и не порт. Dragon Quest X. 11. С. Ты тут уверен? Я, честно говоря, играл ровно в один Dragon Quest. Поиграл в него, наверное, часа два, и мне хватило. Не то, что это плохая игра, просто не моя. Она, мне кажется, всё-таки более такая, ну не детская, а для специалистических людей. Староверская японская JRPG, которая, ну, не так сильно отошла от своих корней, как Final Fantasy. А начинали они практически одинаковые игроки. Есть Fire Emblem, например, который мне гораздо ближе как-то. Не знаю. Хоть это много разных игр, конечно, но тем не менее. В любом случае, кто любит такое, вот, типа, радуйтесь, можете купить PS5 или Xbox Series X, чтобы играть в Dragon Quest X 11. Кто любит такое, ну, такое. Да. Но выглядит, кстати, красивенько. То есть, игра визуально выглядит очень приятно. Правда, похоже на Xenoblade Chronicles, которая на сети вышла недавно, переиздание оригинальной игры. Тут какой-то потный старый японец что-то рассказываешь. Отличный трейлер. Там японцев много было. Потом нам показали сюжетный трейлер Watch Dogs Legion, который мы уже видели на презентации Ubisoft. Нет, там другой был. Да? Там был... А почему он выглядит примерно точно так же? Потому что он другой такой же трейлер. Там с этим со спецназа особо не было, по-моему, сцен. И вообще тут вот какие-то... Всё, этот трейлер лучше. Этого трейлера не было. Тут других персонажей. В любом случае, как бы, ничего нового нам там всё равно не показали? Сюжет нам уже рассказали на презентации Ubisoft. Там чувак с коробкой на лице. Что значит ничего хорошего, нового не показали? Ты открыл для себя двач? Я открыл для себя Watch Dogs Legion. Короче, всё равно ждём ещё одну презентацию от Ubisoft, которая будет вроде в сентябре. Что странно, Ubisoft вроде всё ещё дружит с Sony. Они, ну, по крайней мере, всё это поколение, они с ними дружили. Они выбрали верного друга. Почему переходить на Xbox, не очень понятно. Хотя они в своё время дружили с Nintendo. Ещё не знаю. Ubisoft дружит с AMD. Вот с кем они дружат. И в принципе, это всё нам показывали. То есть, Watch Dogs Legion нам показали на пришоу, которое было не особо интересное. Но там хотя бы Игорь прикольно показывали. Отвечёт Trackmania, да? Да, но это всё на пришоу показывали. Ты чё, ты чё, ты чё, гонишь на Trackmania? О, тут Crysis какой-то был. Вот, нам показали Exomecha, где мехи дерутся за другим на мечах. И есть ещё гигантский роботизированный динозавр с огнём из пасти. Выглядит, конечно, как техно-демо пятилетней давности. Unreal Engine 3, да. Да, но при этом выглядит приятно. Это всё равно всяко лучше, чем... Не знаю, что же пример. Но это выглядит хотя бы так, что в это можно поиграть пару часов. И как мы сейчас узнали, это будет условно-бесплатный онлайн-эвизорновательный шутер с битвами на масштабных картах и королевской битвой, где помимо выживания игрокам надо выполнять промежуточные цели. Кто это делает? Какой-то прочёл кайтлайн какой-то. Я херозный, кто это делает? Люди, скорее всего. Ты уверен, что люди? Я не уверен. Низайн нейросети, может быть, сейчас нельзя быть увидят. А что они ещё сделали? Я хозяев, кто это вообще? Ничего они не сделали. Ну, в общем, игра, вы или хотя бы как техно-демка, который может поиграть хотя бы немного и визуал мне немного понравилось. А, вот, я хотел сравнить. А, вот, я хотел сравнить. Это лучше, чем Godfall, который EPS 5 будет в статовой линейке. Это странная непонятная штука, которая ещё играть не будет. Возможно, визуально, но геймплей, но он какой-то совсем говно. Здесь хотя бы... А здесь что застрелять? Стрелять и робот. Просто как бы тут хотя бы более приятно. Потом мы показали Echo Generation, где, в принципе, мало что было понятно, но мне очень понравился такой арт-стиль, такой пиксель-арт в 3D. Очень приятный визуал, и в целом я с удовольствием в это поиграю. Скорее всего, это будет такая полу-индия игра, которая проходит с часов за 5-6, как брат из своего времени. Разработчик. Коко Огурец. Это у кого? Echo Generation? Да. И, в принципе, ради визуала в неё точно поиграю. А насколько там будет интересна сама игра, ну, увидим. Потом нам показали анонс Hello Neighbor 2. Сиквел, собственно, одномённой игры. И, в принципе, я в оригинал не играл, но следил за её разработкой. Я ещё всегда сидел на Пикабу, и там очень часто дневники разработчиков были. И, скажем так, что это данный из тех игр, которые мне с сеттингом, визуалом и идеей интереснее, чем в них играть, собственно. Играть в неё я, в принципе, не собираюсь. Мне не особо интересно играть, но посмотреть на неё и поизучать лорн, который там в теории есть, в принципе, окей. Ты говоришь, хорошая игра. Играть, конечно же, я её и не буду. Ну, так и есть, так и есть. Хорошая игра для того, чтобы раздали в EGS. Да, да, кстати. Ну, по сути, это тот же стелс-хоррор, что раньше был, где нужно проникнуть в дом соседа, который, если тебя заметил, он за тобой будет гнаться и пытаться тебя грохнуть, наверное, либо сделать с тобой другие неприятные вещи. И тут ничего не изменилось, но новый уровень, сосед носит теперь странную маску, в общем, выглядит интересно. Играть в это, конечно, мы не будем, но вас не будем отговаривать, если захотите внезапно. Потом нам показали Mario Odyssey, извините, Balan Wonderworld, естественно, конечно, который почему-то похож на Mario Odyssey. И, в принципе, от Mario Odyssey нам не скоро будет какой-нибудь новый, поэтому почему бы нет. Почему бы нет, да. То есть это визуально очень приятный платформер от Scar Enix, который делает хорошие игры в последнее время раз за разом. То есть их провалов как-то давно не было. Scar Enix, хорошие игры. Когда? Ну, в этом году они уже выпустили потенциальную игру года для многих в Final Fantasy. Ну, ладно, допустим, один раз получилось. У них вот Avengers выходят, у них есть Tomb Raider. Ну, Tomb Raider как бы не относились, Лёша, они хорошие всё равно. А что ещё? Я не помню. Ну, Hitman был, они проебали его. Hitman ушёл. Hitman попрощал. Помахал ручкой. Ты хочешь, чтобы я открыл Википедию и посмотрел на их игры? Да, зайди. Я хочу. Да, давай. Я хочу услышать имя. Да, я хочу узнать, что хорошего они делали. Say my name. Ниравтомата они делали, я помню. Они помогали им знать. Они еще редкостные в плане оптимизации. Ну, это да, но это Platinum Games, они всегда такие. Но это не их игра. Это не их игра, они просто чуть-чуть подсобили. Они не умеют делать игры. Platinum Games? Да. Square Enix. А Square Enix им более. Э, чё у меня тут задушнили какие-то, а? Так, давай игры, которые они умеют делать, быстро. Википедия, ты не помогаешь. Почему ты закончилась на 13-м году с Call of Duty Ghost? Я понимаю, почему ты закончишься на этом моменте, конечно. Но это не ты делала. Почему ты указан? А, это изданные игры, да? Окей, а где разработаны? Square Enix, по-моему, издавали Ведьмака в Японии. Или это нам в Кабандае, по-моему, издавали. Так, где английский вики? Русская какая-то плохая. Русская не показывает ничего хорошего. Да. Где хорошие игры, спрашиваю. Где хорошие? У них же есть хорошие игры. Final Fantasy 15. Ещё Dying Light 2 они издают. Да. Да. А они выгнали этого. Ладно. Окей. Триосов Мана. Триосов Мана хорошая игра. Ты играл, что ли, в этот Триосов Маня Мана? Ты в такой играешь, что ли? Ну, сейчас уже нет, но раньше играл. Тропика 6 они издали. Она хорошая. Я в неё тоже не играл, ладно. Я последний, по-моему, я то ли третий, то ли четвертый, последний. Хорошая игра. Ну, Триосов Мана хорошая. Кто? Kingdom Hard 3. А-а-а-а. Дальше. Left Alive. Окей, ладно. Где игры? Давай. А молча его от чувака, не они издавали. Life is Strange 2. Ладно. Life is Strange... Сойдёт. Вторая. Ну, сойдёт. Терпимо. А, то есть, Лара Крафт не сойдёт, а Life is Strange 2 сойдёт, да? Да, я не объективен. Короче, ладно. Скоро Эникс не гарант качества, но хорошие игры у них есть, и тут это выглядит как что-то хорошее. Поэтому, тем более, третий платформеров у нас мало. Вот выйдет у нас Rage 3 Clang, Bandicoot и вот это Balan Wonderworld. Да, дизайн странный, японский, но... Шалам-балам. И всё это будет на PlayStation, так что идите берите PlayStation. Да. Да, кстати, она будет на PS5 тоже, и в Steam тоже. Так что это такое, да. И в iOS, может быть. Потом показали нам трейлер с кучей временных инди-эксклюзивов Microsoft, мы её перечислять не будем, потому что там много всего было, и там были хорошие игры, допустим, 12 минут, которые выходят, вот, по-моему, завтра, что ли? Нет, или да. Короче, скоро выходит инди-классное, где всё происходит в течение 12 минут, и тебе нужно переживать этот момент раз за разом. Интересная штука. Потом, собственно, у нас найдётся уже Halo Infinite, о котором мы уже поговорили, и там всё было очень-очень неоднозначно, и нам, кстати, написано на сайте, где мы это читаем, из трёх букв, компания будет работать в 4К 60 фпс. То есть мультиплеер не будет. Ещё бы такая картинка. Ну, в это я верю. С такой графикой 4К хоть 120 фпс. Да, не вижу причин, да, не вижу. Вообще никаких проблем, мне кажется. И почему мультиплеер не будет вообще странно? На Xbox One X вообще будет. А ещё они обещают, что сама компания будет в несколько раз больше, чем сюжетные режимы двух последних частей вместе взятые. И давайте я сейчас гляну на полном тубе. То есть по открытому миру ты будешь половину времени херачить? Они там про 12 фпс рассказывали. Отвратительно. Так, смотрим, Halo, 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 где последние пятны? 8 часов на... Холоп. Холоп, холоп. На Холон 2 Бит и Halo 5 в Гвардии сдаётся 8 часов, а Halo 4 в 8 часов тоже. То есть, соответственно... А чё там мало? Слук, 30 часов? В смысле мало. Чё там мало? Сюжетно-ориентированно, линейный шутер. Ты ау... В открытом мире? Нет. Ну, это в открытом мире. Ну, это будет... Вот поэтому будет 30... Потому что открытый мир будешь ездить туда-сюда, как дебил. Чё это может линейный, если она будет в открытом мире, что-то там будет. Так и другие умеют делать длиннее игру. Это не считается. Мы уже играли в игру. Сука, блядь, в Borderlands давно, блядь. Он нас не отпускает. Пиздец. Понимаешь? А если сделать её линейную, она опять станет столько же, как и раньше. Ну, то есть... Я не понимаю, зачем они ушли в открытый мир. Если они хотят делать игру сервис, ладно, но... Модно, стильно, молодежно. Давайте королевскую битву сейчас охуяйте нам. А-а-а, это будет. А как они будут поддерживать её 10 лет? Добавят королевскую битву сразу первого аптейта. Сервера отключать не будут. И королевскую битву добавят. Да. Как думать, сервера. Играть будет тот, кто последний выживет. Потом нам показали ролик State of Decay 3, который, собственно, CGI и никак не отражает саму игру, потому что игра на очень раннем этапе разработки. Будет зима и зомби оленей, и то не факт. Нет. Мы поняли только одно. Я считаю, что они только думают над концептами, и, собственно, это никак не отражает саму игру. Ладно, это половина... То есть о ручьих оленей не будет, да? Половина презентации это о том, что разработчики говорят, что они не очень-то знают, что там будет. Потому что там была игра про лес и каких-то животных, и каких-то гринписовцев, которые спасают этих животных. И разработчики, и они еще год назад презентовали эту игру, и они все еще не знают, какой будет игра, и о чем смысл ее геймплей. Они еще нащупывают это. Господи, сколько денег у Microsoft отдавать каким-то дебилам игры делать? В отличие от нее, Леш, знаешь, в Decay 3 я хотя бы немного верю, потому что вышла первая часть была средней, вторая вышла была хорошей, а вот третья часть, возможно, будет прям даже отличной. А третья часть не выйдет, они до конца такие, мы не знаем, мы не знаем. Вставлять оручьего оленя или нет? Вставлять или нет? Если бы мы знали, о чем игра, мы бы знали, о чем игра. Знаешь, если бы не делали инди-хоррор, это было гораздо проще. Вставили оручьего оленя и записки добавили, которые надо собирать, бегать от него, все. Ну все, он прибегает, орет на тебя, ты тоже орешь, все хорошо. Идеальная игра. Добавить кооператив, и будет отличная игра для стримеров. Один играет за оленя, а второй сам оленя. И так играет за оленя. Я уверен, что GSC тоже не особо знают, о чем будет игра. Сталкер. Я знаю, кто такие GSC, я просто минутой молчания хотел почитать это все. Они не знают, о чем будет игра, знаешь, 20 лет назад не знали, о чем игра будет. Там будет зона отчуждения. Блядь, ребят, они когда делали игру, они делали проебанных инков на другой планете с пришельцами в экзоскелетах. Первый сталкер был бы именно такой, обливил лос, блядь. Да, хорошие, блядь, блядь. Там были инские или астетские храмы с гребанными экзоскелетами и монстрами. Ну, окей, знаешь, я так сейчас думаю, в принципе, финальная версия игры не сильно для кого ушла от концепта. Там у нас есть экзоскелеты, есть монстры. Храмы у нас, ладно, заменили на лабы. Окей, все логично нам. Дальше нам показали Forza Motorsport. Нам сказали, что она будет работать в 4К 60 фпс, что, в принципе, так и должно быть с гонками. И, в принципе, это все. То, что нам показали в трейлере, это, скорее всего, не сама игра, хоть и сделана на движке. В общем, я уверен, что это будет хорошо, поэтому не думаю, что нужно спорить о том, хорошая игра будет. Нет, хорошо, что мне показали не геймплей или нет. Потому что Forza Motorsport классные гонки. Это единственный в нашем мире бренном, неприятном, плохом, ужасном конкурент Гран-Туризма. И, учитывая, что Гран-Туризма новый, вот, скоро должен в теорию выйти, наверное, надеюсь, то, в принципе, видимо, снова они будут бодаться. Не факт, не факт. Я знаю, поэтому я сказал, наверное. Потому что этот отморозок, он может снова, типа, я хочу сделать себе еще пару машинных идеальных, давайте еще два года делать это. Отмороженные японцы. И как Sony его терпит, я вот реально. Sony очень странная компания, и она не то, чтобы сейчас так дает много денег и времени. Мы сообсуждаем Microsoft, которая надавала денег каким-то людям, которые не знают, о чем у них игра будет. Собственно, ты про Everwild говоришь. Не-не, он про Halo. Да. Непонятно, кому денег каких-то дали, а не такие, типа, бля. Бля. Ладно. Мы думали, после пятой Halo нам уже не заставят ничего делать. Мы старались, чтобы нас не заставили больше денег. Знаешь, вот они сказали, что, типа, длина сюжета у Halo будет как две предыдущих, может, они просто взяли две предыдущие игры и склеили? Может быть. И такие, в два раза длиннее, смотри. Классно. Вы же понимаете, что на этом поколении, скорее всего, будет выходить еще больше ремастеров, то есть это ремастеры с предыдущего поколения? 4K, 60 FPS будут всех. Просто в два раза больше ремастеров. Ура, наконец-то, ремастеры. Я так люблю ремастеры. Лучшее поколение, да. А, подожди, а ремастеры ремастеров будут? Конечно. Я уверен. Ре-ремастер. Я уверен. А как они будут их называть? Ре-ремастер. Или там... Ре-ремастер. Дабл-ремастер. Ре-ремастер? А-а-а. Ну, или у 4K HD Collection назовутся это. Все. Ди-финишн-эдишн, блядь. Да. Все. Ждем там Wolfenstein 3D. Ремастер. То есть, Everwild, мы, в принципе, сказали, что разработчики Rare пока что не знают, что они будут делать, в принципе. Они показывают нам красивые картинки про каких-то покемонов без вражды, то есть тут даже нет в теории пока что никакого антагониста. Красивые животные, сотрудничество с людьми, в общем, какая-то странная тема. Ролики пиздец какие красивые, но как сама игра будет играться вообще непонятно. Они говорят, антагонист это ты. Это говорит нам собачки, но теток. Потом нам показали от Don't Not новую игру, Tell Me Why. Собственно, я думаю, всем понятно, что это фактически тоже Life in Strange, только с другим названием. Мы играем за двух близнецов, один из которых, по-моему, трансгендер, я не уверен, но пару блогеров что-то говорили про это, я такой, типа, что? Ну ладно, это странно. И в целом, я хз. Я во вторую часть Life in Strange не играл, в первую тоже. И смотрю лишь обзоры, поэтому... Я не знаю. Я не то, чтобы сильно большой фанат дотнот, современных дотнот. Раньше они делали крутые игры. Ну, нормальные. Игру. Одну. Что сделали дотнот, кроме Remember Me? Вампура? Ну, до Remember Me не знаю, что. Но Remember Me была хорошей игрой. Дальше были кино и вампур, который был. Он средний. Там хороший лор, сюжет, музыка, всё сомнение весьма... Ну, у них всегда были проблемы с геймплеем, на самом деле. Ну, тут совсем больше придумывать геймплей у них не очень получалось. Они так вот, типа, в Ember Me. Ну, на что у них хватило, они сделали дженерик такой, просто дженерик геймплей, который был популярен, поэтому, в принципе... Ну, не знаю, он просто, ну, набор ударов там был. Ну, там была идея, там, Cyberpunk Mir, и, типа, можно было... Опять же, там была идея рекламироваться, типа, вот, вы можете переписать, там, что-то изменить у людей, и это такой... И это, там, три раза за игру сюжетно, блин, появляется, типа, и всё. Нет, ну, это всё равно классно выглядело, но... Там мир классно сделан ещё, то есть, сам Cyberpunk... Ну, особенно, он, типа, приятный, но там ничего такого особого в дизайне не было, и Cyberpunk там тоже интересного особо не было. Ну, короче, этот нот пусть делает свои игры про тяжёлые выборы и социальную повесточку, посмотрим, что выйдет, ты не уверен, что ничего особо хорошего, но... Люди очень в своей средней категории дальше... Есть цела, поэтому всё хорошо. Дальше всё весело у нас. Нам выпускают Ori and the Will of the Wisps на Xbox Series X, то есть, по сути, это та же игра, что была на этом поколении, но на новом. Нам обещают 120 FPS, нативный 4K и премиальный звук. Особенно смешно читать про 120 FPS, учитывая, что игра и на текущих консолях работает... Ну, не то, что в 60 FPS, скажем так, и это для многих проблема. Ты не понимаешь, в 4K 120 FPS? В 4K сразу в 120 FPS. Ну, потому что в 4K, раз за счёт они увеличатся, значит, FPS увеличились тоже, да, на квадратную... Не, смотри, в 4K в 4 раза больше, чем в Full HD, 30 FPS на каждую часть, 120 FPS. Ты не умеешь считать? Да, да, да. Те кадры просто по очереди будут показывать в углах экрана. Что такое премиальный звук? То есть, у Sony есть со звуком заморочки свои, у Xbox вроде нет. Премиальный звук, это значит, что всю музыку они во флаги туда запихали, и вести оно будет больше. Разве не было? Ну, то есть, у Microsoft были, ну, ещё на кисе всякие Atmos и Atmos. Atmos и Atmos, но там был mp3, а теперь флаг. Ты не шаришь. Хорошо, у тебя идеи весьма интересные, Олег. Ты с у тебя не работаешь там? О, мало игр, веселее. Где в Microsoft? Нет. Мне кажется, они такими занимаются. В ремонте техники Microsoft. Кстати, ребята, у меня для вас очень важный вопрос. Вы играли в Outer Vault? Чуть-чуть. Нет. Пиратил. Это есть что, не Outer Vault, а Vault? Я вообще не знаю, что там вилдс. Ну, я чуть-чуть запустил на компе, посмотрел, что она. Ну, такая, это нормально, погано работает, это игра Obsidian. И всё. Типичная игра Obsidian. А, нет, подожди, не, 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 я не на ПК, я в геймпасе, пока у меня был геймпас, я скачал на Xbox. Ну, опять же, на S, я не ожидал ничего хорошего на S, и ничего хорошего я не получил. Ну, игра, на самом деле, короче, как RPG, хорошая игра, это Obsidian, в принципе, не самая плохая их игра. Всяко лучше, чем New Vegas. Ребят, я уже вижу, как вы начали писать комментарии, что Рома говноед, да. Я не люблю New Vegas. Мне, я честно... New Vegas говно. Я, честно, не различаю сильно, кроме цветов, эти игры. Уже третья и New Vegas, сама же. Видите, тут отвратительная команда, собралась. То есть, настоящие три мудилы. Все просто не любят New Vegas, понимаете? Чему не любят? Мне нравится New Vegas так же, как и третья Fallout. Fallout 3 говно, Fallout New Vegas говно, всё. Заебись. Держите, комментируйте. Fallout 76. Набрасываем говна на вентилятор. Fallout 76 не так плохо, как казалось поначалу. Он лучше, чем New Vegas. Давайте, набрасываем говна. Я не думаю, что пол Ютуба соберётся, просто сюда это обсудить. Я уверен, что мои там три фаната, которые дослушают до этого момента, это уже примерно час своего подкаста прошло, будут обсуждать. Короче, показали новые... У тебя там много разных вылазят, так что... Ну да. Знаешь, Саша придёт такой, что вы тут несёте, пидорас. Tomb Raider говно. Ладно. Давайте говорить, всё говно и всё. Outer World говно, всё. Нет. Короче, показали новые дополнения, где я особо не понимаю, что они там добавили. Говорят фанаты, что вроде окей, поэтому... Небольшое дополнение, вроде хорошее. Фанаты говорят, I'm ok, I'm not алкоголик. Это под вопросом. Да, под вопросом. Потом, собственно, нам показывали Grounded, всё ещё та же самая игра, Topsidian, снова шип про подростков маленьких. Я, дорогая, уменьшил детей, которые сражаются со стрёмными насекомыми. И это, я не знаю, для кого. Это выживач, типа Fortnite, только не Fortnite. Короче, я не знаю. Ничего не знаю, они сказали, пока ждёшь Cyberpunk, играй это дерьмо. Я играю в Ведьмака, пока жду в Cyberpunk. Его может хватить до выхода в Cyberpunk. И дай бог, Cyberpunk будет лучше. Чем Ведьмак или Grounded? Grounded лучше, чем Cyberpunk. Да. Да, дай бог, Cyberpunk будет лучше, чем Grounded. И говорят, зачем вам Cyberpunk, он говно играет и Grounded. Зато потом нам показали новую, большую RPG от Obsidian. Да, всё ещё Obsidian. Obsidian реально продали с Майком полностью. И они показали ничего, но типа будет. Они показали CGI трейлер, который почти сейчас по всем клишируемым моментам в фэнтези проходится. Но понятно, что это будет играть первого лица. Во вселенной в Пилос-Актернете. Да, и она выйдет раньше, чем ТС-6. Что не может не радовать. Хотя бы нам не придётся ждать ещё 6 лет до выхода хорошей RPG от первого лица. Не знаю, как Microsoft сейчас спонсирует. Всех может, придётся. Ну Obsidian особо долго обычно не делает игр. Тяп-ляп и в продакшн. Да, баги потом починятся. Сами. На свитче. Поэтому, как бы, посмотрим. Мне, в принципе, Пилос-Актернете сеттинг не то, что близок, он окей, но у меня особо к нему какие-то отношения нет. Но если будет хорошая игра от первого лица RPG, хорошая RPG, то by way not. Не вижу причин, почему её говнить. Тем более, нам покажется всё равно ни черта неизвестна о ней. Кроме того, что там можно одной рукой держать мидж, а второй рукой делать что-то ещё. Что, в принципе, как и происходит во всех играх от первого лица RPG. Ещё со времён... Waterworld в снизу. Ну, там нет. Это не фэнтези RPG. Ну, ты сказал, просто как первого лица RPG можно делать. Разбуник выйди. А у нас много фэнтези от первого лица RPG? Нет. То есть, как в Skyrim. Ты хейтер Obsidian. Я хейтер Obsidian, я тебя хейтер. Ой, ладно. Потом показали нам игру, которая выйдет сразу в Game Pass, As Dusk Falls. Как, в принципе, все другие игры в Game Pass выйдут. Это новая игра от выходцев из Quantic Dream. Это их первая игра в этой студии. Я не знаю, я только одну бабу говорят, что она выходец из Quantic Dream. Ещё Макаренко говорит, что она, возможно... Видимо, она ещё больше приводила о том, что она там была ведущим геймдизайнером. Возможно, она была там просто дизайнером. Я, в принципе, знаешь, вот всегда, когда говорят, что вот эта игра от разработчиков тех-то, да? Это сгейт обычно, что гида пару человек буквально. Потому что она, типа, я там этот ведущий геймдизайнер. Это не комплимент, знаешь? Это значит, те, кто не хотели работать в той фирме, их выгнали, и они такие, будем сами работать. Вы понимаете, выходцы из Quantic Dream, это в последнее время не комплимент после сюжетных... Дэвида Кейзер просто слушать устали уже люди. В любом случае, эта игра будет рассказывать сложную историю двух семей, которая развивается на протяжении десятков лет. То есть три поколения смеются. Ну, не знаю. Надо играть 10 лет или что? Да. Нет, там... То есть три поколения этой семьи, двух семей. Можно честно поменять просто. Что меня радует уже, знаете, то, что тут они не стали идти в какой-то серьёзный мокап, захват движений. Графика простенькая, похожа на визуальные новеллы, но это хотя бы означает, что они не будут тратить кучу денег именно на это и сосредоточиться на истории. Ты неправильно сказал, они просто не будут тратить много денег. Да. Это тоже. Возможно, возможно. Майклсот уже такие, да у нас нет уже, хватит, надоело всем деньги. Ну, чуть-чуть, мы тут анимированный комикс сделаем. Ну, ладно. Ладно. Я надеюсь, что история будет разветвлённая, что в неё можно поиграть, хотя бы было четыре раза с разным экспириенсом, поэтому... Тебе обязательно четыре раза? Тебе три раза не хватит? Ну, три раза я играл в Until Dawn. Подожди, а если можно будет пять раз, ты не будешь играть, да? Всё, не подходит. Короче, я хочу, чтобы она была реально, типа, ну, не то, что не линейная, а чтобы было много вариантов, которые влияют на счёт. В дальнейшее. Ждух, чтобы хотя бы было четыре. Если будет больше, будет играть. Я не обучал, дают кейтишку. Что такое? Это печально, конечно. Увидим мы Detroit Become Human, где концов там так же много, фактически их три с половиной, две с половиной. Вот. Ну, ладно. Потом нам показали ролик о разработке Hellblade 2, где нам сказали, что они делают игру, будет открытый мир, который будет влиять как-то на игру, и они, типа, им всё очень нравится, делают они на Unreal Engine 5. И, в принципе, не очень понимают. Нам всё очень нравится. Денег дали, нам всё нравится. Просто денег у них больше встал. Мы съездили в Гренландию. Да. В Сландию. Смотрите, как мы отдохнули. Короче, Hellblade 1 мне понравился. Там немного геймплей репетитивный, я бы сказал, особенно собирательство рун. Но, в целом, игра понравилась. Правой ногой ходишь, левой ногой. Правой ногой, левой ногой. Это ты дострянник описываешь. Ну, дострянник это интересно было сделать. В любом случае, я жду вторую часть, и я не очень понимаю, зачем её, в принципе, делать вторую часть, а не новая IP, и зачем тут, в принципе, открытый мир, но, возможно, они как-то обоснуют это всё. Посмотрим, как они будут добавлять сюда. Прямо в начале игры будет написано просто, мы хотели сделать открытый мир, поэтому мы его сделали. Мы не придумаем, чем его наполнить, поэтому у нас просто будет гигантская Исландия, где нихера нету, да? Да-да-да, вот видишь, там, вот, на перевешке к видео, так как раз, просто, поле въезде. Он говорит, вот тут ты будешь бегать, понял? Ну, примерно тем же я занимался в Death Stranding, поэтому, в принципе, это меня не пугает. Посмотрим, посмотрим. Посмотрим, потом показали «Психонавты 2», по камене Джека Блэка, и, в принципе, я люблю Тима Шафера, я люблю Джека Блэка. «Психонавты 1» я играл 2 часа, и, как меня, мои коллеги, примерно, так же в него и играли. Но, но, хорошо, что Тима Шаферу дали денег, причём столько, чтобы он мог ещё Джека Блэка привлечь, хотя Джек Блэк, я думал, он там забухло больше работает. Да, да, у меня есть вискарти, ой, я пошёл, я в день. И случайно записали там саундтрек, окей. Пели просто, да, это всегда с Джеком Блэком работает. В любом случае, Джек Блэк, в принципе, мне крайне импонирует последние годы, особенно, когда он завёл свой YouTube-блог, который ведёт реально сам, а не как многие другие звёзды, которые заводят его. Допустим, Капитанша Марвел завела блог, который, типа, её, но на самом деле видно, что это всё прописано. А Джек Блэк делает именно то, что ему нравится, в принципе. Почему нет, Джек Блэк делает крутой блог, хоть у него там, конечно, куча людей работает, продюсеры там, и всё дело. Ну, он там посмотреть, что ли? Ну, он прикольно там делает, в принципе, вещи творить. Ну, он придумал Смит вообще, по-моему, везде аккаунты завёл, где только можно было. Всяко лучше, чем его сын делает блог, да? Потому что Вилл Смит завёл блоги в ТикТоке, и Ютуб, Джек Блэк, Джек Блэк, Джек Блэк, Джек Блэк, Джек Блэк, Джек Блэк, Джек Блэк. Ну, да, он, да, у него же там, ну, как бы, взорвался, тупо его, этот, Ютуб, конечно. Окей, ладно. Окей, ну, как он, в жизни, описывает, как бы, ну, то есть, чем он там занимается, он занимается, блин, всем подряд. Да, поэтому, он, окей, попишись, глянув, не острые соусы пробует, там, блин, да, на камеру, ну, хотя, может быть, это тоже, не уверен. Был какой-то видос с Рождества у них там, как они там проводили. Destiny 2. И его оптимизируют для Xbox Series X. Как такое могло быть? Никто такого не ожидал, ведь такого никогда не было. И с Destiny 1 такого тоже не было, поэтому, в принципе, как бы, да всем насрать. Те, кто играют в Destiny, тем окей, те, кто не играют в Destiny, тем тоже окей, в принципе. В Game Pass игра появится, если еще там нету. А что, она там не бесплатная? Она там бесплатная должна быть. Когда мы будем играть в Destiny, а то не окей, как-то. Первый? Не знаю, в какой-нибудь. А у меня второй есть? Его раздавали или что-то откуда у меня? Мы с тобой собирались играть во второй, так что у тебя должен был быть. Да, он у меня вроде был. Я, правда, не помню, откуда. Но его, походу, а, ну, из чего раздавали бесплатно на ПК-Ушоу. Не, на консоли или на ПК-Ушоу тебе? Ну, на ПК-Ушоу. Соберять играть на плойке, по-моему. Не, на плойке, но на плойке бесплатность. Да? Хорошо. Надо будет все-таки пройти вместе первой части, мы там апнули уровни вроде, что-то поэтому. Наконец-то полностью пройти, добить там последний аддон. Ладно, разберемся. Нам вообще нужно в Dark Souls 3 пройти тебе на платину, пройти, блин, ебаный Resident Evil 6. Давай я сейчас даже запишу это все себе в заметке, чтобы не забыть список, что мы должны прийти с Алексеем. Ты об этом не помнишь постоянно. Знаешь, у меня, блин, тут слишком много роится всего. Мысли, в смысле. Поэтому я лучше записываю, потому что старость не радует, знаешь, ты вообще старше меня, ты должен понимать меня, как бы. Я вообще ничего не помню. Ну вот, видишь. И после Destiny все уже такие, типа, все, что ли, презентация закончена, то есть ничего дальше интересного не будет, и тут бах, ничего интересного больше не было, да. Но нам показали трейлер S.T.A.L.K.E.R. 2 от GDC совершенно внезапно, никто, сука, не ожидал этого, но его по нам показали. Все прекрасно, но... Ой, у меня волосы у Ведьмака стали черными. Это знак. Я даже заскрылся. Он услышал, что ты говоришь про S.T.A.L.K.E.R. и... Ну такой трейлер, блин, ну они бы сделали постановочный CGI трейлер хотя бы интересный, красивый, а то, блин, ну так... А тут, во-первых, мы видели кривую анимацию броска болтика, который ужасно выглядит. Ну да, ничего не... Потом кривая анимация ходьбы по деревне новичков и кривая анимация ходьбы в антенне. И это странно. Ну аномалия классная, которая машину хавает, это прикольно. Возвращение такое мы уже видели... Ну не такое, конечно, не с такой детализацией движениями, физикой в Зову Припять. А нам тоже аномалии были крутые. Поэтому посмотрим. Тем более разработчики очень аккуратно говорят, что то, что вы увидели в трейлере, будет отражать то, что вы увидите в самой игре. Нет, они так не... Они говорят то, к чему мы стремимся в игре, уровень графики. Но Захар сказал, что это типа игровые объекты, но это игровые объекты, зарендеренные во всём остальном, всё остальное CGI. Короче, даже не близко и там вообще ничего нет. Плюс они нам обещают полностью открытые миры, новую систему симуляции жизни и многое другое. Здесь всё то же самое, что обещали за 5 лет до выхода первой части. И как это всё было реализовано, мы все помним. Поэтому, зная Григоровича... В главную игру нулевых в СНГ? Что? Вот что это было реализовано? Ну, главная игра нулевых в СНГ. Думали, знаешь, в СНГ было гораздо более крутых игр, чем Сталки. Просто Сталки как-то его уже сильно ждали, и он как-то вошёл на впечатлительную молодёжь. И поэтому вот. У нас до сих пор люди играют в него с модами. Люди до сих пор читают книги по Сталкеру. Пиздец это, конечно. Люди до сих пор играют в всякое говно, которое хоть как-то относится к Сталкеру. Так что всё нормально. Чистое небо? Чистое небо? Не, я про те игры типа там всяких этих, которые там... Вот, мы выходцы из GSC. Мы сделали что-то вроде тоже про Чернобыль, но это не Сталкер, но это Сталкер. Играйте это говно. И все бегут играть его. Потому что... Ааа, это что? От разработчиков, которые были в Сталкер, в этом GSC. Короче, у меня крайне подозрительное отношение к Сталкеру. Скорее всего, я в него поиграю, конечно, как оно выйдет. Ну, блин, я во всякое говно играю. Но мне кажется, что это выйдет хуже даже, чем Сталкер первый. И точно хуже, чем в Зов Припяти. Поэтому посмотрим. Я надеюсь, конечно, на лучшее, но ожидаю худшее. Как-то так. В любом случае, у нас тут среди нас фанатов Сталкера больших особо нету. Поэтому, если вы фанат, то, скорее всего, вы всё равно ждёте. И наши слова вас не разобудят, поэтому, как бы, хер бы с ним. Зато потом нам показали. Warhammer 40k Darktide. И я понимаю, как фанат Warhammer, я понимаю ваши опасения, то, что это снова будет херовая игра, как обычно по Warhammer бывает. То есть 90% игр по Warhammer, они херовые. В лучшем случае. Но тут дело другое. То, что этот разрабов, Ферментайда, который является одним из лучших игр по Warhammer, и в том числе по Fantasy Battle. Это отличный аналог Left 4 Dead, и ко второй части он стал прям хорошо играбельный. Интересно играбельный. А тут у нас по Саркатонику то же самое. Причём играть мы будем, скорее всего. За обычных пехотинцев. За Гвардату обычную. Вернее, я хотел сказать. И это интересный момент. И, конечно, не всем понятно, как не будет убивать, допустим, КСМов. Космотисантов Хаоса, которых обычная Гвардата в количестве четырёх крыл вряд ли распинает. Но посмотрим. Я верю в то, что не смог сделать что-то интересное, но вполне возможно, что-то будет далеко не так круто, как Верментайд. Но увидим, увидим. Потому что всё-таки, возможно, наконец-то настало время, чтобы Warhammer воспрял, и по нему начали выходить хорошие проекты. В самое время, когда книжная продукция начала немного терять в качестве. Да. Ну, короче, Верментайд вполне адекватный. Второй так вообще, что-то и комьюнити начало собираться, там и всё такое. Очень странно. Да, да, да. Поэтому я надеюсь, что будет что-то хорошее, и мы в него поиграем даже. Потом нам показали офигеннейший трейлер, который представляет нам Tetris Effect на нового поколения консолей с подзаголовком Connected. Там вроде будет ещё кооператив и сравнительный режим, батл рояль, вот это всё. И, в принципе, это Tetris, Effect. В принципе, я не знаю, кому-то хочется сказать про него что-то ещё, кроме этого? Ну, прекрасно, прекрасно. Да, да, хорошая игра, играть, конечно, не буду. Чуть-чуть играл, когда была бесплатная демка. Ну, опять же, Tetris, позалипать, чисто. Ну, либо позатрачивать. Ну, хорошо, что они, кстати, вернулись. А то был период, когда их не было на платформах, кроме планшетов, да и то там были херовые версии. А тут, типа, разные варианты есть, и для фанатов это делали. Если независимо захотелось в это переиграть, то вот тебе, пожалуйста. Это меня радует немножко. Потом показали The Gang. Новая игра создателей SteamWorld. И мы будем играть за космического уборщика, который будет чёрную жижу убирать. И у него у меня какие-то вайбы на Принца Персии 8-го года. Конечно, это сильно разные игры, но тем не менее. Не знаю, как она будет играться в самом деле, насколько интересно, но выглядит не так плохо. То есть, это не AAA проект, это второй эшелон, очень сильный второй эшелон, но посмотрим. В целом, SteamWorld не самая плохая серия, я бы сказал, что хорошие игры, поэтому... Maybe, I guess... Не знаю. Больших впечатлений нет, тем более у меня эта мода на большие руки, одна рука у персонажа немного надоела. Хотя это мод или... Она уже давно такого не было. Ну, как бы хер бы с ним. Вы хотите что-то сказать насчёт этого? Насчёт игры про порку разумной грязи? Нет. Игра для Game Pass. Я так и думаю. В любом случае, дальше пошло веселее. Нам показали The The Medium. Medium. Фактически, это игра, которая первая игра в мире, которая рекомендует на ПК играть с SSD. Начинается, ребят. Начинается. И мы будем играть за девушку, которая Medium. И фактически, она происходит всё время одновременно в двух мирах. То есть, сейчас одновременно рендерится два мира. Наш мир и параллельный, где всё очень нехорошо. Как это всё будет играться? Насколько интересно? Непонятно, но задумка интересная. Поэтому, посмотрим. Она запланирована осень 2020 года. То есть, в этого года. Надеюсь, ничего не перенесут. Соответственно, думаю, это будет, скорее всего, из стартовой линейки для Xbox нового будет. В том числе. Поэтому, думаю, где-то в ноябре и выйдет она. Поэтому, посмотрим. Визуально мне игра понравилась. Тем более, главная героиня девочка, женщина, что добавляет немного плюсов. Ты посмел определить её гендер? Сексист. Чан его, бляс, маслом кипящим. До свидания. Банда. Окей. Потом нам показали Phantasy Star Online 2, который оказался всё-таки, мы весь стрим, весь трейлер спорили, это МО или не МО. Оказалось, это ММО. Типичная японская MMORPG. И, в принципе, я не знаю, кому-то хочется говорить, а потом что-то ещё. Вроде как, где-то видел, что будет, типа, кросс-платформа, кросс-сейв и вообще кросс-всё. Тебе интересно это? Нет, но там он, там, там, сейчас справа летит, я че я видел. И кросс-ген будет. Я не знаю, она просто кросс-всё и, типа, если кому-то надо. Просто ты ещё видел, что там есть циферка 2 в названии, то есть была ещё первая часть. Я вообще не представляю, кто-то играл. я не слышал даже. Я полностью. Давайте я сейчас даже загуглю, типа, когда она вышла первая часть, просто я как-то не то, что я сильно заботюсь о знании японских RPG, я в них не играю, я особо не знаю. У меня просто больше вопросов, знаешь, зачем они вообще... она 2000-го года. Нормально для её свежак делать по 10 лет, ну, играть в одном 10-15 лет. Он делает сиквел. Все ждали. Скорее всего, она до сих пор рабочая, мне что-то подсказывает. Да, наверняка. Я просто не вижу на Вики описания закрытия игры, поэтому возможно, что она всё ещё работает. Она будет работать до того, как выйдет вторая. Люди умерли, которые играли в это уже. Ну, кстати, блин, в Вове даже есть похороны геймеров знаменитых, где не очень, поэтому я не удивлюсь. Потом нам показали игрота Remedy, я такой, типа, оу, а потом, аа, это Crossfire X, компания для Crossfire, собственно. Ну, в смысле? Все говорят, это нормальный Call of Duty, а ты тут, оаа. Ну, знаешь, знаешь, как бы, во-первых, это видно, что не основной проект для Remedy, а вот их Remedy никогда не делали шутер от первого лица. Он только от третьего лица, постоянно. Да. И, да, я понимаю, что у китайцев до хера денег, они дали Remedy много денег, но, и да, выглядит как хорошая игра, но у меня всё равно подозрение, что это будет что-то ближе к Crossfire, чем к нормальной игре. И, я прошу прощения. постоянно, когда смотришь такие игры, такой думаешь, что-то тут не так. Где подвох? Что? Либо она будет короткая, сильная, либо, я не знаю, у меня какое-то, знаешь, чуйка на то, что это будет что-то очень паскудное, очень странное и не очень играбельное. Да, выглядит она очень красиво и богато. Выглядит очень красиво и богато, но, блин, ты видел трейлеры Crossfire, которые вот обновлений? сюжетно. Ну, там просто трейлеры Crossfire тоже выглядят красиво, богато. А игра выглядит как косо-головная. Она выглядит хуже, чем Counter-Strike. Гоу. Вдруг они исправились, кто его знает? Давай не справимся, треймить, знаешь, сколько денег они уже на Crossfire подняли, они такие, да, можно потратить их теперь на новую игру? Можно свой магазин открыть. Лучше бы они магазин свой открыли, это, мне кажется, более для них логичный троллить. Не, они не столько много подняли, как... Почему? Мне просто понятие на Фортнайк. Remedy путает студии, я их люблю, но... Но игры она делать не умеет. Как бы лучшая игра Remedy это Max Payne 3, как бы, эта шутка уже давно живет, как бы, и она пусть бы правдивая. Вторая Quantum Break, никто не согласен, но мне все равно. Просто, блин, я не представляю, что будет от них в виде шутера, от первого лица это все, тем более по Crossfire выглядит круто, выглядит интересно, но увидим, тем более выйдет она уже в этом году, надеюсь, что что-то хорошее. Маловероятно, но очень надеюсь на это. И потом я начал ныть то, что нам, сука, не показали Fable, они не показали мне, сука, мой ебаный Fable, и его показали. Ну все, наконец-то перестанет. К сожалению, его делают Playground Games там другую команду собрали, там не Playground. Да, они сделали другую команду, это хорошо, что ли, что они сделали новую команду? Не знаю, вообще ничего хорошего, новую Fable делали, кто его должны были делать тогда? Тех людей уже нет. Малиньи нет. Да. То есть что? Просто понимаете, по Fable было 5 игр, из них Мульнии прилетил лишь руку к двум, и они были классные, все остальные были говно, а одна из которых не вышло. В 5 игр ты Legends, считаешь, которая не вышла? Да. Ну, значит, ее не было. Вот. Не, я говорю, просто было 5 игр, одна из которых даже не вышла, потому что Мулье ушел как бы в творческий кризис, видимо. И тут это будет перезапуск, это логично, потому что продолжать историю третьего Fable, это очень странно, во-первых, потому что там мир сильно изменился, да, это уже очень позднее время, у нас индустриальная индустрия, революция была, просто. Хронологию дошли и потом отмотались назад, уже в истоке. Ну, в любом случае, как бы, я хочу поиграть, посмотреть, что это будет, возможно, что-то хорошее будет. Конечно, скорее всего, уже не будет такого, такой атмосферы Fable, потому что Playground Games, это американцы же, да? Или британцы? Или британцы. Playground, это такой русскоязычный сайт с всяким говном. Да. Оно, да? А, нет, британский, британская студия, все-таки, ну, окей, посмотрим, может быть, они смогут вытащить британский юморо, который там присутствовал. Британский флаг. Да, на труселях, да, надо, надо. И, блин, сделайте, может быть, ремастер-версию, ремейк-версию второй части? Потому что вы выпустили обновленную версию первой части. Я думаю, что-то более раннее фэнтези будет. Не, я имею в виду, не про эту игру, я просто говорю, чтобы не выпустили вторую часть, наконец-то. Они же, Николай в Дьючу, делать одновременно ремейк и ремастер сиквела. по-дядя! Как сказал в Дьючу, то есть, блин, такие, или добавьте, мы сделали ремейк ребут 0 и фейбл, и вот вам ремастер фейбл 2, просто такие, типа, люди. Ладно, добавьте, воборот на совместимость грёбанную русскую озвучку, а то люди жалуются, потому что я играю на стримах с русской озвучкой, и люди такие, а как ты это сделаешь? у меня диск есть, я мудила, который храню диски, потому что я знаю, что покупаю в онлайн-магазине, это не твоя игра, и они могут с этим сделать всё, что угодно, и забрать себе озвучку, в том числе. А озвучка фейбл 2 была классная. Она там была в онлайне? Если покупаешь в онлайне, игру нет. Ну, я имею в виду, ты говоришь, типа, забрать могут, что угодно сделать, просто изначально она там была, вообще. Ну, изначально нет. Ну, вот, всё, просто издавали, печатали, и сразу туда этот диск, ну, озвучку делали, а в онлайне мы не делали. Где-то так тоже. Хейтить, мудила. Ну, всё, ты людей путаешь, вообще о чём ты тут рассказываешь без меня, блин, какой-то... Я рассказываю о Фейбл 2 крутой, лучшая часть серии. я вру, дезинформацию какую-то рассказываю, Фейбл 2 крутой, поиграл я в Фейбл 2. Хватило мне полчаса. Ты ведьмака не прошёл, мудила, ты имеешь право голоса здесь. Я прохожу заново. Второй раз, новый игру плюс. Что ты мне предъявишь, я новую игру плюс прохожу. Что значит, я не прошёл игру? Всё. Пройдёшь аддоны, поговорим. Давай мне аддоны. Где? Тебе дать диск? У тебя нет Xbox'а. А у тебя что, на дисках, что ли? Не надо, у тебя ведьмак есть на плойку. Я видел, у тебя коробки из-под двери, но там коды. Да. Ну ты всё. Тебе коробки дать? Хочешь в гвинт поиграть из коробок? Да. Бумажный гвинт всех выиграли. Я предлагал как-то поиграть во время днюхи, но всем было влом, и в принципе я понимаю, почему даже. Конечно. Мне в ведьмаке неохота играть в гвинт, но ты хочешь, блин, чтобы у тебя играли в гвинт. Не, мне охота. Я сейчас жду, когда смогу пойти на нг+, чтобы ходить, играть все время в гвинт, собирать коллекцию, карточки, прям задротить его. Я сейчас этим не занимаюсь. Вот. И в принципе на этом презентация закончилась. Она оказалась, в принципе, не такой плохой, как ожидали, и не такой хорош, как ожидали, в принципе. Но нам показали фейбл. Да, и он выйдет непонятно когда, непонятно, как он будет, потому что это просто заглушка, как в Тест-6, только с анимацией. Нам показали сталкер неожиданно, для кого-то хорош новость. Медиум интересный. Вархаммер показали новый, что, в принципе, возможно, неплохой будет. Хейло, ладно. Хеллблейд 2, нам сказали, что все еще разрабатывается. Ну, спасибо вам, конечно, лучше показали бы, конечно, что-то из игры, но ладно. Психонаты 2 разрабатываются тоже, непонятно, что будет, но Тим Шайфер хуйни не делает, ну, как правило. Хотя никогда не поздно начать, тем не менее. И, в принципе, игры неплохие есть, но, в отличие от признации Sony, тут очень мало того, что выйдет прямо сейчас, и нам показали именно геймплей. Очень много было CGI, много было просто каких-то демок непонятных. все рендер, все вокруг. Ну, чего ты, геймплей показали, но лучше бы не показывали. Ну, да, его нет, лучше не показывали. Просто у Sony их плашка, то, что это все реальный геймплей, учитывая, что как потом разбирали их трейлер и явно видели какие-то моменты, которые намекают на то, что это реальный геймплей, это все-таки больше добавляет им очков. Да, у Sony тоже было много странных игр, которые выйдут, непонятно, когда им выйдут ли вообще, но тут как-то, мне кажется, что у майков поменьше это все было. Но, тем не менее, тем не менее, даже без E3 в этом году компании наши большие, любимые, как-то выкручиваются и этот год тем более сложен для всех нас, потому что выходят новые консоли и гонка этой войны этого поколения только разгорается. Кто выиграет, увидим только через время, пока что победитель все еще не явен. Мне, конечно, кажется, что Sony молодцы будут, но насколько молодцы в этом поколении, непонятно, потому что майки в этот раз, скорее всего, не дадут просто так победу, как на прошлом поколении. Борьба была равна. Перед самым выходом они такие Xbox Series S бесплатный, забирайте. И все такие аааа, нет, не надо. Это теракт будет, знаешь. Это называется теракт настоящий. Потому что не так в Черную пятницу у них все очень плохо будет. Хотя, вполне возможно, сейчас бакнет еще вторая волна коронакризиса, все это просто захлопнется, как бы все. Поехали на следующий год, типа, забили болт, типа, все хорошо. Давайте сломаемся. В принципе, это была вся презентация. По сути, мы, конечно, просто более широко и распространенно и обсуждаем какие-то левые темы, обсудили то, что мы обсудили на стриме. Но, надеюсь, вам это понравилось. Смотрите стрима. У нас там все равно не бывает, но смотрите стрим. Ну, почему? Бываете иногда, как минимум. Вот, я у Олега бываю, ты у меня бываешь в чате иногда. Вот. И, в принципе, в принципе. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. Если понравился, не забудьте поставить там лайк, звездочку, плюсик, что в вашем сердце где-то вы смотрите или слушаете, можно делать. И на этом, я думаю, всем спасибо и всем, наверное, пока. Подкаст 2 мудилы, 3 мудилы. Аут. Продолжение следует...